Тут мы видим и строительные отходы, бытовые отходы, древесно-кустарниковые отходы. Мебели, бытовые отходы, десятки мусорных мешков и сухие ветки. Свалка образовалась около мусорного полигона. Единственным местом для крупногабаритного мусора в районе был вот этот полигон, недалеко от села Старая Письмянка. Но вот уже два года он не функционирует, и поэтому жители Лениногорска и близлежащих сельских поселений вынуждены оставлять строительный крупногабаритный мусор здесь. Площадь этой несанкционированной свалки составляет уже 4000 квадратных метров. На такой беспорядок наткнулись экологи. Выяснили, за территорию отвечает письмянское сельское поселение. Было направлено предостережение на устранение данной свалки, однако в срок требований экологов не было выполнено. Далее направлена была претензия, на что свалка тоже не была ликвидирована. Подготовили и направили исковое заявление в Лениногорский городской суд. Мы обратились к руководителю письмянского сельского поселения. После предостережения экологов он обратился в районный исполком. Я, конечно, все написал письмо на имя главы Лениногорского района, исполнительный комитет, чтобы выделили денежные средства на устранение этой свалки. Состоялись торги, которые будут это дело производить. Это будет Эколига. Не то, что будет, она уже начала работу. Нам рассказали, Эколига приступила к работе в начале июля. Однако с последнего визита экологов свалка только увеличилась. В исполкоме говорят, лениногорцы все еще продолжают возить сюда мусор. Мы пообщались с жителями ближайшего поселка. Они уверяют, собирают мусор в контейнеры. Но реагоператор не занимается крупногабаритными отходами. От безысходности люди их везут на стихийную свалку. Видишь, закрыто, в Бугуме закрыта свалка. Здесь тоже у нас закрыто. Но мне вон контейнеры. А большой вот мусор строительный там куда вы гружаете? Строительный. Я тут с мехуборки раньше. Или трактор приезжал. Это габаритный. А сейчас вон там навозили, а эти не берут. Ну и крупный сюда же выносит. А куда его денешь? Некоторые вот в Альметьевске ездят или в Бугуму. Да, они добросовестные люди. Они даже в лес вывозят. Вывозят и выбрасывают в лесу. Сюда увозят. Вот отдельно туда, в самый последний ставят и увозят. Некуда больше. Да. Всегда вот именно туда. В этом году подрядчики очистят только половину свалки. Договор с ними заключили на два года. Около двух тысяч тонн мусора вывезут в следующем году. К сожалению, жители нашего города и района, скажем так, многие предприятия вынуждены возить мусор на данную территорию. Полигон на сегодняшний день у нас закрыт. Насколько я владею ситуацией, значит, на сегодняшний день лицензия по оказанию услуг сбору и хранению мусора получена. Сейчас ведутся работы по согласованию тарифа. В июле месяце мы заключили договор с подрядной организацией, которая будет осуществлять вывоз мусора. На этот год сумма у нас 2,5 миллиона и порядка 1810 тонн мусора нужно будет вывезти. Но это не решит главные проблемы. Полигоны в двух больших городах Юго-Востока переполнены. Ближайшие только в Альметьевске, до которого час езды. И вывозить мусор нужно самим и за свой счет. Это значит, количество стихийных свалок будет только увеличиваться. Адель Закирова, Ирхабибуллин, ТНВ, Лениногорский район.